друзья всем привет сегодня у нас небольшой осмотр автомобиля будет к нам приехал подписчик из тольятти александр вам огромный привет спасибо за предоставленную машину 2 меган у нас с мотором к 4 м механическая коробка вот есть ряд проблем мы сейчас будем смотреть и подвеску и мотор и ну то есть такую максимальную комплексную диагностику все 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 проблемы постараемся выяснить которые нужно решать по машине все это запишем ну и потом стараемся еще конечно с ценами решения этих проблем все вам показать так я начну наверное с осмотра подкапотного пространства из подвески потому что по мотору мне нужно сейчас чтобы мотор у меня остыл как минимум градус до 50 до 60 кстати очень часто вот этот вопрос задают стараемся ответить именно по ошибке по распредвал сегодня тоже затронем думаю будет очень наглядно видно так что первое бросается глаза наличие масла в расширительном бачке вот я просвечиваю видно отложение вот здесь вот сбоку как я открою он плавает масло прям капелька две капельки если мы видим масло в расширительном бачке следующее что мы должны посмотреть это корпус теплообменника на и конкретно этой машине на этой фазе он выполняет роль еще корпуса термостата в нем внедрен внутрь термостат если он у нас по наружи по наружке пылит масло или либо уходит антифриз то в первую очередь надо лезть туда и менять этот корпус как раз человек хочет заменить корпус с пластикового термостата на сиуминовый и поставить уже отдельно меняющийся термостат кто в теме я думаю знают о чем я говорю так вот по корпусу у нас видны вот здесь вот такие такое запотевание вот часть корпуса к сожалению здесь у нас газ установлен редуктор рядышком шланги на подогрев редуктора очень крайне неудобно сюда залезть очень тяжело чтобы что-то внимательно разглядеть а уж тем более отснять далее делаем осмотр приводного ремня сейчас мы машину еще запустим но пока перед тем как ее запускать можно сразу разглядеть виден видно уже обрамление натяжного ролика именно ребра жесткости самого ролика вот они идут вот это вот ребра вот ребра ребра идут ребра жесткости самого ролика то есть он у нас уже изношен дальше его эксплуатировать к сожалению нельзя. Здесь очень большая выродка по краям видна. Соответственно, к приводному ремню также у нас есть вопросы. Он потресканный весь и с краю вот идет его подтирает немножко как раз вот этот ролик. Изначально у нас ролик был ровный абсолютно. Его постепенно стачивает, стачивает ремень. Сейчас он у нас стал вообще кривой, нет ровной плоскости, соответственно, ремень на нем лежит очень грубо. Где-то он может точиться, где-то он может работать неправильно. Так, сразу еще я пока увидел. Течь у нас с датчика давления масла. Весь разъем в масле прям видно. То есть там мембрана, скорее всего, уже пробила и идет утечка через разъем. Вот этот кусочек масла, это у нас разъем на датчик. Так, друзья, ну по подтеку масла у нас еще по классике требуется проклейка маслоловителя, замена прокладок впускного коллектора и колечко сапуна, которое именно верхнее, о котором я говорил. Тут, естественно, по всему контуру видны хорошие такие подтеки масла. Друзья, мне еще очень не нравится шкив коленвала, по-моему, он еще старого образца. Скорее всего, там на нижнем коже херня Грэм уже будет надпилы. То есть демпферный шкив коленвала, скорее всего, тоже у нас пойдет к замене. Но это пока не точно. Ладно, пока машина опущена, сейчас мы запустим мотор и послушаем, как он работает. Запск кувирный. Но мне вот сразу не понравится. Шум помпы, по-моему, идет. На шкив, если посмотреть, шкив у нас болтается. Шкив к коленвалау. Вот-вот-вот. Имеет вот такие вот люфты. Так, по шкиву, конечно, пока непонятно. Желательно бы еще приводной ремень скинуть и покрутить все шкивы отдельно. Я думаю, мы этим и займемся. Ну, а сейчас, пока автомобиль еще опущен, очень удобно будет посмотреть опоры передних амортизаторов. Вот с этой стороны я чувствую такие жесткие удары, именно в шток амортизатора. Но опоры здесь целы. Но если посмотреть на сам амортизатор, амортизатор там вытек вообще в хлам. И, скорее всего, это бьет сам шток уже. Ну что, поднимаем автомобиль и сейчас посмотрим все по низу очень внимательно. Итак, друзья, тут на самом деле по подвеске, конечно, вопросы есть. Вот, люфты в рулевой. Такие достаточно серьезные. У нас два наконечника, тяга рулевая справа и рулевая рейка. Весьма все очень... Вот так стучит рулевая рейка. Так, на конечной тут люфти даже... Вот, тягу рулевую, естественно, надо прощупать пальчиком, поэтому показывать не буду. Вот, еще из такого нехорошего пошел процесс износа подшипников в коробке. Их очень хорошо слышно. Подшипники в коробке я слышу сразу. То есть, небольшой шум уже имеется. Ну, торможные диски со следующей заменой колодок, передние, конечно, тоже надо заменить. Тут уже ничего хорошего с ними не осталось. Но это в идеале! Вуди Альнер. Такие вот мелкие детали, которые обычно почему-то люди не замещают. Пыльник, привод наружный, справа. отверстие есть. О-о-о! А тут по люфту и гранате-то уж конец. Она там сухая. Я бы все-таки рекомендовал гранату... Гранату в сборе заменить. Вот для сравнения правая граната. Вообще четенькая. А вот эта, мне кажется, скоро свернет нахрен ее. Так, друзья, вот тут вот по втулкам, стабилизаторам, мне до сих пор пока немножко непонятно. Там явно что-то не в порядке. Помимо того, что сама втулка как бы с зазором с большим. Во! Откуда этот звук? Возможно, у нас деформация у скобы идет. У нас скоба же закладывается в подрамник и опускается. То есть, в принципе, когда втулка снашивается, скоба, скобу тоже отпускает. И она вот сейчас вот сзади, где она просто закладывается в подрамник, там она начала скрепеть. Сейчас, конечно, попробую притянуть просто элементарно. Так, друзья, по подтекам масла вот по задней части движки. Тут на самом деле пока рано что-либо утверждать наверняка. Например, задний сален каленвал типа течет. Не факт. Надо устранять течь. Мы вот видим, что у нас теплообменника сверху течет. Именно вот с коробки сверху уливается. Стартер весь в масле. И течет с маслового уловителя, который вот у нас расположен как раз над выпускным коллектором. Вот эти две течи устранять, все замывать, и потом уже можно будет спокойненько приговорить, например, к заднему салену каленвалу. Друзья, сейчас я подкрилок сниму, чтобы отдефектовать шумы по приводному ремню, потому что тут надо сразу все отдефектовать. Это очень важно. Так, скидываем под крюк. Кстати, вот уже здесь нет усилителя переднего подрамника, что не может печалить. Не печалить, потому что каждый удар по защите, вот смотрите, удары-то по защите были, каждый удар деформирует вот это ухо, вот это, и поднимает правую часть подрамника вверх постоянно. Вот, посмотрите, шкив. Вот он отошел назад и остался в таком положении. Ну, ему конец. Трещины по приводному ремню. В принципе, как я и говорил, что его под замену по-любому. Так, сейчас кинем ремешок и еще послушаем, что у нас еще может шуметь. Ну, там крышка уже напилил знатно, конечно. Так, на ролик мы уже приговорили. Помимо износа, о котором я говорил, слушаем шум. Есть. Подшипник компрессора. Так, я его еще подпись сильнее скручу. Вдалеке есть небольшой шум, но еще потерпит. Так, и генератор, но это мне нужно уже сверху будет. Так, ремень пока ставить не будем, запустим еще без ремня, да и к тому же сверху я генератор еще пошарю. Коробки, конечно, это. Надо будет еще уровень сейчас, а когда опустим машину, уровень еще масло посмотрю. Так, что меня еще интересует? Катализатор у нас удален, мы это будем иметь в виду. Вот здесь, кстати, проварены как-то. Вот этот шов неродной. Как-то странно, его удаляли? Очень странно. Ну ладно, да, человек как бы жалуется на глушитель, но прорывы газов я тут, например, не вижу таких серьезных. Вообще никаких. Вот, поэтому просто из-за того, что у него нет пламя-гасителя, удален катализатор, выхлоп такой неприятный. На K4M, тем более, на Меганах, выхлоп вообще неприятный, когда просто удален катализатор. Меня очень сильно раздражает этот жид. Так, ну и плавно мы переходим к задней подвеске. Первое, что бросается в глаза, это тотальное разрушение заднего троса ручника. Он, соответственно, снят, чтобы не блокировать колесо. Ну, износ задних тормозных дисков присутствует, но суппорта покрашены. Это плюс. Так, здесь трос у нас одет, но он вот так вот, вот так вот будет ему легче. О, полностью колесо отжало. Вот так оставим. То есть, ручником пользоваться ни в коем случае нельзя. Так, идем далее. Соленблоки задней балки на Мегане на втором по классике. Один луч полностью оторван, два других, три даже. Нет, два луча оторвана, два держат. Сейчас мы еще немножко поддомкратим колесо, чтобы дефектовать задние аморты, особенно втулки верхние, у них косичные места. И посмотрим еще на соленблоки. Так, друзья, вот что касается задней подвески, обязательно, когда дефектуем ее, нужно поддомкрачивать заднее колесо и смотреть, как работают втулки верхние на амортизаторах, потому что их можно просмотреть. когда колесо опущено, они разгружены, их не видно. Как здесь, на этом автомобиле втулки надорваны, я это вижу, но еще пока держатся. То есть, стучать пока они сильно, сильно не будут, только на больших кочках. Друзья, вот народ тоже часто забывает, но опоры глушителя тоже могут в пути дать дискомфорта. Они вот здесь у нас немножко потресканы, но ограничители у нас еще на месте. Поэтому пока все сидит, пока все держится, работает. Друзья, сейчас вот радует, что мотор я запускал без приводного ремня, и звуков, сильных шумов не было никаких, даже звук, как мне изначально показалось, помпы отсутствует. А вот по генератору у нас есть пара вопросов. Во-первых, сейчас я крутану шум перекатывающихся подшипников. И кривой шкив. Не знаю, на камере видно его, сейчас еще раз. Вряд ли шкив тут прям кривой, потому что он не демпферный, без обгонной муфты. Бывает такое, что и якорь, в принципе, у нас кривоват. Кривоват! В этом месте. Кривой, не кривоват. Вот, но суть остается в следующем, что шкив имеет биение. Я бы попробовал, конечно, изначально просто ревизию генератора сделать, подшипники заменить, заменить шкив. Он недорогой, вот такой, без обгонных муфт. Новый шкив поставить и посмотреть, будет ли у него биение. Думаю, что все пройдет. Вот. Сейчас задача. Разгоняем машину километров до 100. Какой передач? Да любой. Скидываем в нейтраль и глушим. Глушить знаешь когда? Два раза на кнопку старт-стоп придется нажать, потому что это без ключа. Там что-то ключа нет, без ключевой. Так, Петр, запускай, поехали. Так, тихо, тихо. Гранату, по-моему, звук гостя дает. Итак, разгоняем, давай до 120. Стоп, стоп, стоп. Так, вот я слышу коробку и слышу, как граната захрустывает, пытается догнать по инерции колесо. Да, гранатика нет. Друзья, я думаю, что коробку все услышали. Также очень хорошо было гранату слышно. Вот, понятно, что по коробке не вот прям это, не вот прям критично надо с головой сейчас сразу бросаться в ее ремонт. Но забывать об этом не стоит. Подшипники там шумят. Ранки сами не залечатся. То есть шум есть, факт налицо. Сейчас я проверю уровень массов в коробке, конечно, хотя бы, как минимум. Правда, здесь вот, как это комфортно будет делать. Расстояние вообще шикарное. Вот. Ну, мотор у нас еще пока остывает. Мы сейчас еще пока погоняем кофеек, наверное, а потом уже подключим к диагностику и будем смотреть параметры по мотору. А мы сейчас пока просканируем всю машину. Вот. Запустим тест, который нам покажет все ошибки по всем блокам управления. друзья, пока мотор все-таки я 500 раз уже искал. Сейчас вот нажимаем вот эту клавишу спереди-справа и мы с вами будем сканировать все блоки управления. Ну и потом, когда все просканируется, мы вам это покажем, где какие ошибки у нас имелись. Иногда это весьма интересно и очень нужно. Сейчас мы верим нужную лишку. По двигателю есть один код неисправности. Вот он сейчас так и будет. Каждый блок опрашивать и выдавать сколько там кодов неисправности. И потом мы по всем по ним полистаем с вами. В памяти одна ошибка только по мультиплексной сети связь с блоком УПЦ. Это блок, который у нас управляет питанием. Генератором на стартер он питание дает и так далее. Сотрем эту ошибку, чтобы она нам не мешала. это связь с блоком управления двигателем. Блоки АБС ругаются по связи с блоком управления двигателя. ДФ 0,66. Интересно. Так, попробуем пробег. Если он на наши блоки... Нет, он, по-моему, не пишется у нас, да? Так, блок управления кузовом. Два кода имеются. Датчик температуры наружного воздуха и выключатель лампы стоп-сигнала. Причем, датчик температуры наружного воздуха текущая неисправность. Фактически, она есть у нас. Надо будет посмотреть, он у нас там в зеркале находится. Типово у нас бокс. Так, ладно. Его можно отключить, но не будем. Лучше потом его починить. Так, вот, мы заходим в блок управления питанием. Генератор термической, механической, электрической неисправности. Это вот как раз вызвано тем, что мы без ремня приводного разводили машину. Тип генератора вваливаю. Кстати, когда вот с регуляторами проблема, с помощью конклипа можно изменить вот тип генератора, чтобы блок управления не ругался. Так, и панель прибора. Сейчас глянем. Датчик уровня массовая, электронный блок управления. Замечательно. Обе ошибки в памяти, они нам пока не интересны. Так, здесь у нас пробег должен быть, но он такой же, как и, естественно, это и есть приборная доска. Так, в общем, у нас осталась одна присутствующая ошибка по датчику наружной операции. Ладно, не криминал. Зайдем по обиде 2, глянем изначально, какие у нас. Смотрим. Давайте сейчас сначала глянем по коррекциям. Долгосрочная коррекция плюс 25% это очень плохо. Это у нас говорит о том, что бедная смесь, причем человек на газу ездит, соответственно, на газу бедная смесь и долгосрочка ушла в плюс 25% на обогащение. Не так нравится, но тем не менее, ошибка все равно не загорелась по ним. Итак, мы сейчас запустим машину, будем ее греть до момента, когда у нас заработает фазорегулятор. Нам сейчас это очень, крайне важно. Ужасный звук, он мне прям покоя не дает. Что-то там фазорегулятор пытался скакануть. Периодически что-то на градус он там шныряет. Кстати, вот этот показатель, вот этот показатель сейчас должен быть в состоянии покоя. Вообще, прямая линия должна быть, ни на градус не должно быть отклонения. Это либо у нас наводка идет по датчику распредвала какая-то кривая, непонятно откуда, либо фазорегулятор запорный пунжер, у него втулка запорного пунжера сносилась и он у нас пытается сместиться. То есть, ненормально это. В идеале, он должен прям в нуле висеть и все. Давай резкими перегазовками. еще раз. Резкую перегазовку. Но мы видим, что фазорегулятор явно не докручивается. нам сейчас нужно как следует разогреть мотор, чтобы вот, скажем, до рабочей температуры, прям до срабатывания. Если у нас при температуре там 90, 92, он с 5 градусов фазорегулятор отпустит, то значит, конец у нас, ну, постели распределок требует дефектовки. Давай по речке вот так. Хорош! Ну, хвостой, хвостой ход пока. Видно, да, что он в состоянии покоя до конца так и не уходит сам фазорегулятор. Так, я что-то лямбда-зонт не подхватил сразу, чтобы посмотреть переключение. Пока картина нормальная. Пока все достаточно четенько отрабатывает. Лямбда-зонт работает весьма-весьма уверенно. Вот у нас резкая перегазовка это принудительное обогащение смеси. Вот он у нас ушел в богатую зону и затем пошло переключение на обеднение. Принудительный хвостой ход и пошла уже регулировка. Не без косячков, конечно. Давай сейчас немножко еще погазуй. Пока хорош. Пускай греет. Так, друзья, вы видели, что фазорегулятор отрабатывает идеально, причем мы мотор нагрели до 99 градусов. Вентилятор сейчас на первой скорости отработал, успокоился, выключился и фазорегулятор так и не потерял в своей работе. То есть он доворачивается отлично. Почему я к нему начал приставать? Потому что человек, когда приехал, сразу сказал, что у него ошибка была по неправильному цепи изменения характеристики распредвала. Вот. Его сказали менять клапан, менять датчик положения... Что за клапан? Клапан управления фазорегулятором, менять датчик положения распредвала, ему сказали, и фазорегулятор. То есть все, что связано вообще, хоть каким-то блоком зацепляет эту ошибку, сказали менять. Причем не все, еще постели связаны. Вот. Причем износ постелей стопудово тут есть, это видно по... Сейчас аккуратно. Видно по расплески у него из-под крайней постельки, постели. Вот. Идет расплескинь из крайней постели. Вот. Там сильный износ, и она вот так вот бьет массу, давление у нас. И... Но! Но фазорегулятора давления хватает, он у нас отлично смещается, вопросов поэтому нет. Вопросы будут, когда тут ремень ГРМ поменяют, сделают нужную натяжку, или если кто-то его немного перетянет, то наверняка проблемы появятся, и будет ошибка постоянно загораться. А потом человек будет спрашивать, почему после замены ремня ГРМ? А ему будут говорить, да хрен его знает. Метки на месте, фазор на месте. Почему после замены ремня ГРМ начала выскакивать ошибка по неправильному положению распредвала? А потому что натяжка изменилась, и утечка пошла сильнее. Такое бывало, у меня в практике такое было, стопудовый вариант. Дальше, еще при замене ремня ГРМ я бы обязательно проверил, вскрыл сам фазорегулятор. Наверняка там есть износ, потому что вот на хвостном ходу у нас фазорегулятор не до конца защелкивается периодически, это видно. У нас там, многие, я думаю, знают, есть запорный плунжер специальный, который должен фиксироваться в хвостном ходу и не давать фазорегулятору отклоняться. Так, друзья, мы сейчас посмотрим немножко по коррекциям топлива. Тут на самом деле такая, такая жесть. Мотор сейчас работает на бензине. Мы видим, что кредкосрочная коррекция у нас ушла в минус 30%, но при этом долгосрочная коррекция у нас плюс 20%. Я думаю, что вот эти плюс 20% у нас остались еще с газа, то есть на газу эксплуатация и, соответственно, сейчас на бензине блок управления пытается подкорректировать, убрать вот эту долгосрочную, скомпенсировать вот этим минусом. Поэтому мы сейчас переведем на газ и посмотрим сначала еще на газу. Да, друзья, вот газом газом на машине нужно заниматься, причем весьма срочно. Я бы на газу не эксплуатировал с такой кредкосрочной долгосрочной коррекцией. Это очень плохо. То есть у нас на газу бедная смесь и блок управления вынужден обогащать. Безумно большие цифры, это вообще ненормально. Короче, все очень плохо. Так, друзья, что мы сейчас должны по-хорошему сделать? Мы должны сейчас сбросить адаптации по двигателю, именно по коррекции, запустить машину на бензине без работы на газу и посмотреть, как у нас, что будет с коррекцией. Ну, немного погонять на ней, погазовать, возможно, покататься и глянуть. Так, смотрите, друзья, мы сделали сброс адаптаций, долгосрочная коррекция у нас ушла в ноль, мотор сейчас работает на бензине и посмотрите, что у нас сейчас с кредкосрочной коррекцией. То есть, смесь у нас бедная и блок управления ее обогащает принудительно. Смотрите, берем очиститель тормозов, льем вот сейчас на впускной коллектор как раз вот в это вот место. Смотрите, смотрим за параметрами. смесь у нас кредкосрочная коррекция пошла вот даже в минус небольшой. Я вот до этого лил, она ушла, вы видите, да, минус 71%. То есть, я очень сильно обогатил смесь. То есть, я очистительный тормозов очень сильно обогатил смесь и, соответственно, блок управления пытался ее объединить, уйдя кредкосрочной коррекцией в минус. Впрочем, как-то так это работает. Поэтому, чтобы устранить вот эту коррекцию, я думаю, нам нужно в первую очередь устранять все подсосы воздуха. Конкретно здесь сейчас у нас идут подсосы воздуха по прокладкам впускного коллектора. Возможно, еще там с колец форсунок сосет, но это уже другая история. Итак, друзья, небольшое такое заключение. Человек, кстати, много по диагностикам покатался. Его приговорили на всякую ерунду. А то, что реально надо сделать, так и не сказали. Такая жесть на самом деле. В общем, по степени важности просто, чтобы, в принципе, на машине безопасно передвигаться, я бы начал с, если я хотел бы ездить на газу, конечно, с устранения подсоса воздуха, потому что на бедной смеси по газу мы убиваем мотор. С приводным ремнем, натяжным роликом, однозначно, в первую очередь, шкив коленвала, правая граната. Правая граната. Это вот прям вот что нужно сделать в первую очередь, чтобы более-менее безопасно машине двигаться, не бояться, что она у вас встанет и подведет вас в ближайшее время. Ну, а при мне у ГРМ, к сожалению, не заглянешь, не увидишь, не поймешь, но, как правило, у него два состояния, целые рваны, меняйте просто вовремя. Друзья, огромное спасибо вам за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, пока. Да, кстати, список того, что мы надефектовали на этой машине, сейчас вылезет у вас на экране с ценами. И, кстати, я думаю, что по ссылке в описании вы сможете перейти по этим ссылкам и посмотреть более актуальные цены, потому что цены меняются очень быстро, и, перейдя по ссылке в описании, вы увидите всех поставщиков, которые вам предлагают конкретные детали по супервыгодным ценам. Редактор субтитров А.Семкин